доброе утро 100 лет 100 зима 5 но у нас 7 утра и мы вышли с мэрием подышать воздухом потому что в последнее время последнюю неделю воздуха воздуха на улице очень мало у нас безумно жарко я была 42 сегодня будет 37 вот и по ночам тоже тепло вот дождей не было уже очень давно все очень сухо так это в озере воды нету в принципе там где вода есть заводы не справляются не успевает ее очищать из-за того что народ стал ее просто покупать очищенную привозить домой поливать ничего нельзя ну огород два раза в неделю ну как бы так из-за тебя 38 каждый день то ты сильно не наполиваешься вот поэтому вся вода которая у нас после душа ванны и легкого мытья посуды она вся уходит в огород и вроде как пока выживает конечно вчера было слишком жарко и даже полив не спас многое в том смысле что когда у тебя плюс 40 и ветер просто жжутся листья у меня на нескольких растениях просто все сожглось в общем я сейчас покажу вот но все равно сегодня внезапно прохладно плюс 15 с утра поэтому мы вот вышли и я вам сниму тур по своим садам и огородам которое давно обещала но все не как жизнь вот это вот наша задняя часть двора вот там понятно еще я недоразобрала остатки с прошлого года но в остальном вроде как все получается я насадила здесь всякого много многолетников и из других мест во дворе принесла сюда где она плохо росло надеюсь ему здесь будет получше в целом хосты который я купила на варажке видите вот у нее как раз листья сгорели она нормально относится к солнцу но не к жаре вот эти мелкие все эти зыни кустик не знаю как назывался я давно купила это в месте принесла вот это вот в общем-то в тени должно расти дам бледен хард но вот ведь вчера его просто сожигло бедного конечно я надеюсь что да надеюсь что отойдет вот ну короче говоря это все зыни и вот эти вот большие то которые я дома начинала а вот эти от мелкие то которые я здесь посеяла вылазит это косма вот первый откроется скоро лобелия еще покровная это надо беля есть побольше ей плохо почему коровно вроде как еще держится вот это здесь так для красоты стоит вот здесь вот будет сладкий горошек я надеюсь полезет сюда наверх хайдренджа не помню как называется по-русски я иногда вспоминаю иногда опять забываю в общем я тоже пошло хайдренджа да вот картинтия и и тоже вчера пожгло здесь вот то что из семян вылазит который я села еще очень давно где-то наверно в апреле месяце и даже не ожидала что она вылезет но и и нос пострадала вчера это нас турции здесь чернопривцы такое ромашки это опасная трава не знаю вырастет не вырастет пока мелковато вот как называется я не знаю но это привлекать бабочек и тому подобное лантана чтобы оно не было это местное растение это для бабочек вот это вот эти горит не помню как называется но в общем да это лилии видите тоже вчера всех покрутила не пострадали это вот из семян вылазит еще всякие маки прочие полевые растения да это вот лобелия которая побольше но она что-то не особенно себя чувствует хорошо лаванда лаванде тоже чашка конечно несмотря на то что набрали должна расти на солнце но и тоже чашка да зайка да вот ромашки такие такие проще флоксы это ностальгия замучила что называется у меня у родителя на даче очень много флокс было именно таких вот розовых я вот у нас тоже нашла посадила кустик пусть растет здесь везде натыканы луковица даже пытается вылезти всяких нарциссов ирисов и тому подобное но в этом году не ясно дело не вылезли и уже не вылезут это еще одна хоста которая вчера сгорела ревень которая сюда пересадила из-под яблони вроде принялся растет да зэка я тебе тоже вот вот там от вылазит подсолнухи большие это желтые пионы вчера не просто лежали тут тряпочка на кутру вроде отошли красные розы бутоны на них есть посмотрим чуть вот этих вот товарищей они должны быть синие цветочки какие-то не помню как они называются но в общем я их начинала в доме и они такими вот маленькими высадила и вот они хорошо разрослись вот здесь везде вот семенами всходят всякое всякое вот эти вот опилки которые там я хочу ими накрыть все что не будет закрыто растениями но я пока жду вот здесь мне закончилось два мешка здесь могу накрыть ничего не растет но вот тут вот у меня очень много мелочи всякой поэтому я подожду пока нам больше подрастет и потом закрою все опилками значит лук чайс вот я сюда его пересадила когда кролики пожрали у меня анютина глазки эти но анютина глазки вроде оклемались кроме одного растения которое тут было выдернула да зэка что именно роза розочка да вот эти тоже да красная розочка вот это мята мята мая с прошлого года благополучно замерзла чем не сильно меня расстроила потому что я хотела и все равно пересаживать она там плохо себя вела вот этот чувак постоянно страдает ролик должен такала или который враг должны расти на солнце да зайка пойди посмотрели прогони и если хочешь но здесь она горит конечно тоже всякая мелочь здесь растет это еще горошек здесь должен был быть и должен был расти клематис но он замерз я не занесла горшок поэтому да это вот еще здесь гиацинты не знаю что из них будет на первый год обычно ничего вот здесь и должна расти молочай но квит для бабочек я скоро пойду собирать яйца вот и будем гусеничек опять разводить вот эти вот мелкие это которая здесь посеяла семенами а вот эти буквально вчера выкопала в поле видите им плоховато но есть надежда что все таки оклемаются потому что как-то достаточно живучая эта трава в любом случае здесь и на просто будет расти в этом году не бабочка мне гусеницам с него толку никакого не будет вот а подсолнух который мэриям посадила в садике еще в апреле месяце в начале апреля перед канадской пасхой вот он благополучно выжил правда мучился немножко в доме но пусть только его высадила на улицу да он прям пошел расти его все в этой жизни устраивает это большое растение посмотрим как он вырастет большой вот видите вот эти мелкие которые семенами посажены здесь подсолнухи вот это как он вообще называется по-русски то по-английски это называется хок-хок-холли-хок-холли-хок по-английски называется я не знаю по-русски это тоже вариация на тему да зайчик да думаю это тоже будет желтый вот как-то так здесь я еще ничего не укрывала и постоянно приходится выдергивать сорняки вот здесь вот у нас фонтан да давайте с другой стороны на него посмотрим здесь он должен быть фонтан но проблема заключается в том что воды нету да если бы он просто циркулировал то что у него внутри все блок ничего но он имеет дурную тенденцию выплескивать всю воду наружу нужно поменять на ней головку штуки и может быть она будет так тихонько тут булькать и все но пока вот так как есть я его оставила посмотрим что я сделаю это мне досталось бесплатно от кэна и она здесь прям так вписалась отлично стоит в общем вот это наш цветочный сад пролестно сейчас пойдем об огород в богороде у меня идет непрекращающаяся война с зайцами и птицами сначала это были зайцы потом когда от зайца я все-таки отбилась кролики местные начались птицы вот здесь вот у меня вообще-то должен был целый ряд быть редиски вот и два ряда морковки ну в общем редиску все выклевали листья все склевали остались одни пеньки морковка и вроде как есть но ее не особенно много поэтому я здесь посадила между этим всем буряки и накрыла сеткой пока она всходит посмотрим вот здесь вот эта мелочь и вот там это так называемые кикамелонс наверное единственные товарищи которые рады этой жаре если их поливать они растут как потерпевшие вот здесь вот вот здесь и вон там должны расти мои silver слайсеры огурцы вот здесь вот один зашел там мы его выклевали два семечки я видел она всходила прекрасно она уже пыталась зайти его склевали теперь я посадила по новой накрыла те что у меня семена я садила месяц назад дома они не выжили поэтому посмотрим может таки вырастут огурцы в теплице конечно их можно купить но я хочу именно этот сорт поэтому будем ждать редиска которая уцелела здесь тоже было два полных ряда редиски но в этом году ее не кристоцветная бложка не пожрала это что осталось после птиц вот тут буквально чуть-чуть я уже ничего сажать не буду как раз из этой кристоцветной бложки поэтому редиски увы увы это бобы драгонтан бушпинс и я долго думала что сделать с этой градкой впереди в итоге посадила здесь капусту и брокколи рассчитывая на обычное лето но что-то очень жарко я даже не знаю вырастет она или нет красная капуста проколи понятное дело это вот единственные кусти которые мне съели в первую же ночь остальные вроде не тронули вроде как она справляется с этой жирой пока все поливать такое владимир накосил травы и тут я все закрыла на этих товарищей не хватило эх ну ладно чайфс еще чайфс прекрасные просто цветочки еще капуста клубника клубнику я каждый год сажаю по новой потому что она у меня вымерзает вот ну эти скоро будет скоро будет первая ягодка для мэрии она уже ждет не дождется вот посмотрим клубника кстати в полях растет очень медленно очень сухо очень жарко ну в общем говорят в июне даже не будет клубники если повезет к июлю перцы все болгарские то есть это все сладкие перцы четырех разных цветов и остальное помидоры я в этом году посадила разные виды черри вот этот bumblebee sunrise прям прекрасная штука у меня нет тега вам показать какие они красивые на самом деле будут ну я надеюсь что скоро уже помидоры появятся вот он в теплице был такой большой и в общем то я это все высадила до последних заморозков у нас на неделю на прошлой неделе по моему ну вот не на этой что прошла а на предыдущей было три ночи минусовой температуры и вроде как все выжило я его накрывала поэтому все прекрасно да bumblebee sunrise где-то есть у меня красные черри где-то из них черные черри вот здесь вот видите оранжевые черри и вот это вот томатилия он же физалис который я безуспешно пыталась начать на рассаду у себя дома но он у меня даже не зашел я не знаю в чем тут дело но попробуем говорят один раз посадишь больше из них не избавишься проверим вот и еще одна клубничка поменьше которая стоила мне в два раза больше чем вот так удивительное дело здесь у нас малина малину я снимал я этот тур уже снимала две недели тому назад и тогда здесь все было завалено листьями и вот эта молодая малина просто не могла пролезть пока открывай свои перчатки о стоящий рабочий детский размер мы смотрим выгребаем листья вот что я вам говорила здесь вот это все бедное видите то что должно было быть новым растением она здесь под листьями задохнулась да пупсик он один есть и попал на меня на норку ну ничего страшного ну ладно тут много грести а Владимир там очищает водостоки потому что нашел дождь пару дней тому назад у нас это цветение от клёнов забило все водостоки вода лилась через край было конечно так себе но увлекательно вот но как только я листья убрала вместе с мэрием пошла новая растительность и посмотрим как оно будет но пока я здесь убирала нашла личинок майского жука поэтому надо будет так понимаю поливать это все марганцовкой что такое марганцовка в Канаде в принципе не слышали но в русском магазине продается поэтому я купила немножко и прольем но то от майского жука а есть еще вот какая-то ерунда которая ест саму малина я вот думаю чем бы его тоже побрызгать видите пока еще цветов нету другое дело что насколько я успела прочитать все вредители малины живут в почве зимуют в почве и в общем то яйца откладывают туда же поэтому избавиться от них очень сложно но сезон очень сухой посмотрим как дело пойдет комаров допустим нету что хорошо но на вот этих товарищей это может повлиять я даже не знаю как может станет лучше может станет хуже фига не знаю ну в общем вот такой вот тур все что у меня пока растет выживает перекрестим пальцы и я надеюсь что выживет в следующей ситуации потому что нам могут запретить поливать вообще и ограничить количество используемой воды о зайчик опять зайчик сидит вот этот зверь у нас какой-то день было 4 4 кролика на участке кстати здесь у нас голубка на дереве езду у нее конечно так себе но вот кстати первый тур я снимала когда яблоня цвела я может вам сейчас сюда кусочек вставлю потому что было очень красиво наше дерево до сих пор цветет я на самом деле думала что все нам не удастся им полюбоваться потому что оно распустилось ровно перед тем как начались дожди уже насыпается но и сегодня очень сильный ветер поэтому я думаю что сегодня у нас последний день ну да ладно порадуемся изначально я планировала сделать видео с больше чем только огородом но получилось много как для первого тура поэтому я его сейчас быстренько смонтирую и в конце концов выложу а что остальное у нас происходит в жизни сниму на этих выходных честное слово поэтому до встречи пока пока пока